Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Любовь Орлова. Всенародная любовь. 1902-1975 годы. Любовь Петровна Орлова родилась 29 января 1902 года в Зевенигороде в семье потомственного дворянина Петра Федоровича Орлова и его жены Евгения Николаевны, урожденной Сухотиной. Театральные таланты Люба проявляла еще в раннем детстве. Так, увидев ее выступление в домашнем спектакле, ей предрек грандиозную славу сам Шаляпин. Но родители планировали сделать из Любы пианистку, и в 1919-1922 годах она училась в Московской консерватории. А параллельно посещала курсы хореографии и актерского мастерства у Телешовой и подрабатывала тапером в московских кинотеатрах. В 1926-м Орлову приняли хористкой и артисткой кордебалета в труппу музыкальной студии МХАТа. Но прославил ее в общем-то случай. Во время мхатовских гастролей в Америке неожиданно осталась за рубежом исполнительница главной роли в оперете Афенбаха Перекола, талантливая актриса Ольга Бакланова. Впоследствии она сделала неплохую карьеру в Голливуде, в частности сыграла в культовом фильме ужасов «Уродцы». Все были в ужасе. Перекола уже несколько лет пользовалась огромным успехом. Снимать спектакль с репертуара было смерти подобно. И тогда решили рискнуть. Главную роль предложили неизвестные до того артистки кордебалета. Так Любовь Орлова впервые прославилась на всю театральную Москву в качестве артистки оперетты. На одно из представлений Перекола весной 1933-го в театр пришел кинорежиссер Григорий Васильевич Александров, как раз подыскивавший актрису для главной роли в новом фильме, и был покорен 31-летней певицей с первого взгляда. Исполнительница роли Анюты, веселые ребята, была найдена. А Александров со временем стал мужем и постоянным работодателем Орловой. За редчайшими исключениями она снималась только в его картинах. После премьеры незатейливой музыкальной комедии «Веселые ребята» Любовь Орлова проснулась всенародно знаменитой. Грандиозный успех актриса закрепила, снявшись в еще нескольких ударных фильмах Александрова. «Цирк» 1936, роль Марион Диксон. «Волга-Волга» 1938, роль почтальона Стрелки. И «Светлый путь» 1940, роль Тани Морозовой. Во всех этих картинах Орлову продолжала развивать удачно найденный в «Веселых ребятах» образ неунывающей и задорной девушки, находящей выход из самых сложных ситуаций и олицетворяющей счастливое будущее всей страны. К тому же актриса прекрасно пела, танцевала, сама исполняла сложные трюки. Песни из фильмов с Орловой «Легко на сердце» от песни «Веселые ребята», «Широка страна моя родная», «Цирк» и «Марш энтузиастов» «Светлый путь» стали своего рода звуковыми символами эпохи. Выпадал из этого ряда только шпионский детектив «Ошибка инженера Кочина» «Мочерета» 1939, в котором Орлова играла легкомысленную соседку главного героя. Но этот фильм, явно снятый по конъюнктурным соображениям, особой любовью зрителей не пользовался и был быстро забыт. По прошествии многих лет стало понятно, что полюбившийся всей стране экранный образ Любови Орловой не был оригинальной находкой режиссера или актрисы. Его прототипом послужила германская актриса Марлен Дитрих, чья слава в 1930-х находилась в полном расцвете. Совпадали даже детали костюмов обеих звезд. Например, цилиндр, в котором Дитрих появляется в фильме «Голубой ангел», был использован как деталь в «Веселых ребятах». Но поскольку фильмы с участием Марлен Дитрих в СССР были доступны лишь узкому кругу избранных, образ Орловой никем не воспринимался как подражание и мгновенно нашел своего потребителя и поклонника. Без преувеличения можно сказать, что актриса стала эталоном женской красоты для всей страны. Женщины копировали ее прическу, взгляд, улыбку, в Орлову влюблялись и ее боготворили. Время от времени на экране появлялись конкурентки Орловой, признанные всеми кинокрасавицы Валентина Серова, Янина Жеймо, Татьяна Акуневская, Марина Ладынина, Лидия Смирнова. Но ни одной из них не удалось приблизиться к той всенародности, которой заслуженно пользовалась Любовь Петровна. В послевоенные годы Орлова снялась в еще одном фильме, пользовавшемся грандиозным успехом, музыкальной комедии «Весна» Александрова, 1947, где она сыграла сразу две роли. За эту работу актриса получила специальный приз международного кинофестиваля в Венеции. Затем были еще четыре роли в фильмах Александрова. Репортера Джанет Шервуд «Встреча на Эльбе» 1949, Людмилы Глинки, композитор Глинка, 1952, Варвара Комаровой, русский сувенир, 1960, и Людмилы Грековой, скворец и Лира, 1974. У Григория Рошали Орлова сыграла певицу Юлию Платонову, Мусоргский, 1950 год. Но можно смело сказать, что в биографии Любови Орловой эти работы значительного следа не оставили. Актрисе так и суждено было запечатлеться в народной памяти обаятельной, дерзкой, светлой героиней 1930-х. Любовь Петровна Орлова была удостоена звания народной артистки СССР 1950-й, двух сталинских премий первой степени, ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени. Ушла из жизни великая актриса 26 января 1975 года. Ее могила находится на Новодевичьем кладбище. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.